Это был настоящий триумф. В итоге многолетних усилий страстный любитель лошадей граф Орлов-Чесменский создал новую породу, восхитившую мир и ставшую одним из символов Российской империи. Орловский рысак, дитя любви холодных упряжных европейских кобыл и горячих восточных скакунов, идеально подходил для бескрайних просторов и сурового климата России. Крупный и выносливый, резвый и нарядный, Орловский рысак оказался одинаково хорошим и для подводы, и для воеводы. На протяжении столетия, до начала XX века, ему не было равных ни на российских, ни на европейских ипподромах. Лесть от Горыныча и Перцовьки. Баню-тай, не пойдете ночь? Дмитрий заждался. Порода достойная. Телеграфируйте порядок. Годок, кто продает возраст ценум аристарх бурмин. Пойди-ка сюда. Вот телеграмма. Отдашь Петру и пусть отвезет на станцию. Что я? На станцию пусть отвезет верхом. Верхом! Верхом! Стой, смирно, не шали! Вы что же вы делаете? Хорошая! Ну, видишь же! Муж смотрит, Дмитрий. Испожалесь? После бани зайдешь. Вот, Алим Иванович, счета от шорника и ветеринара. Кузнеца опять встретил, лается и судом грозит. Если ты еще один раз заявишься на конюшню пьяным, выгоню к чертовой матери. Да вы что, Алим Иванович, с утра росинки во рту не было. Вот вам крест. Сукин ты сын! Вот что. Доброе утро, Елизавета Витальевна. У тебя деньги есть? Пять рублей всего. Егору Ивановичу на лечение. Стало быть, в общую копилку. Слушай, попробуй перехватить у кого-нибудь хоть полста, а? Алим Иванович, а? Кобылу-то будете смотреть? Ну, я пошел тогда. Неудачливый наездник и игрок Алим Лутошкин был внебрачным сыном мелкого помещика. Завидуя успехам соперников, он относился с уважением лишь к старому наезднику Гришину, на лечение которого собрал по конюшням крупную сумму денег. Если зарядить во втором заезде, все шестьсот пятьдесят. Корм проела, Кобыла? Корм. Да на кормушку могет слопать, не то что корм-то. За море на одеявол. Зря только вот на постой взяли. Без тебя разберемся. М-да. Ни рожи, ни кожи. Собирай. Конюшня Лутошкина в ряду других смотрелась, как лачуга нищего. И все же он всегда жил надеждой на какую-то удачу, которая, наконец, разрубит Гордиев узел неоплаченных долгов и выдвинет его в ряды классных наездников. В бойни! Орловская кобыла лесть, принадлежавшему перекупщику, сразу понравилась Лутошкину своей чуткостью и отдатливостью. С такой лошадью можно было бы и рисковать, и выигрывать. Откуда кобыла-то? В бойни! Понимаешь? Бью-то я от несоответствия. Ну, какие лошади у нас в конюшне, а? Вот, очутись, к примеру, в денеке у меня Крепыш. Да разве ж я? Алим Иванович, ну как кобыла-то едет, а? А? Алим Иванович, ну как кобыла-то едет? Сейчас кобыла должна приехать, без сорок. Алим Иванович. Алим Иванович. Она. Наконец-то она. Оставь мне, пожалуйста, денег. Ты же знаешь, у меня нет ни копейки. Денег у меня нет. Что вы сказали, Елизавета Витальевна? Повторите-ка. Мужик! Хам! Так вы сказали! Сын скотницы, так? Мужик! Едете сегодня, Олимп Иванович? Вне конкуренции должны приехать. На Яшу? Я вот и полтинника не поставлю. Хм. Михаил Михалыч. Есть дело. Дело. На самурая я выиграю, как хочу. Тебе и второго места не видать. Понимаешь? Понимать тут ничего. А жеребец у меня может сегодня не заладить. Если ты побережешь кобылу с приема. Заметано? В пятом заезде все шестьсот поставишь на третий номер. На Яшку? Да. На Зарю? Да. Шестьсот рублей? Это такие деньги? Ай-яй-яй-яй-яй! А Заря ведь никакая лошадь, когда едет ваш самурай. И какой умник так думает? Жеребец не ладит. Жеребец не ладит. Господин Лутошкин, ну я же Арон. Я своими собственными глазами видел его на проездке. Он шел как Вильгельм по несчастной Бельгии. Потом поговорим. Знаешь что? Эти тоже поставь. Доброго здоровья, Егор Иванович! О-о-о, Алимушка! Как славно-то! Ой! Лежи-лежи! Вот, собрали на лечение тебе. Бог с ним, спасибо! Не как на самурай нынче ехал, а? Ехал. Ну и как? А никак. Галопом в столб. Ой, господи! Яшка, стало быть. Так. Нехорошо, скажешь. А по-моему, хорошо. Так им чертям и надо. Поублика. Да плевал я на нее. Эх, Алим, Алим. А я вот за столько лет из дот ни разу не слукавил. На совесть ехал. Кому проиграл-то? Ну, а лезть как? Торговец не отобрал еще? Знаешь, как едет кобыла? Страшно едет. Без двенадцати полуторную приняла. Я думал, секундомер сломался. Это ж порода. Порода-то какова, а? Руда бриллиантова некровца, а? Садись, садись. Ты знаешь, чего я и надумал? Пока торговец не пронюхал, ты пиши к Бурме. Ну, Альстар Сергеевич. Он орловскую не упустит. Он купит ее. А тебя он уважает. И оставит ее. У тебя на конюшне. Московский ипподром в те годы славился крупными призами и высокими игровыми ставками. Признанным королем бегов был знаменитый орловец Крепыш, многие рекорды которого продержались более полувека. Привлеченные большими заработками, в Москву устремились американские наездники со своими лошадьми. Заокеанские рассаки, выведенные специально для бегов, не обладали универсальностью орловцев, но оказались резвее их. Американцы выигрывали приз за призом, сея панику среди русских конозаводчиков. Началось беспорядочное скрещивание орловских рысаков с американскими. Их и благодать! Приятность! Тело она любит, когда ее с умом трешь. Дмитрий, а ты знаешь, а ты знаешь, какую мне кобылу нашли? От Горыныча, правнучка Сологубовского добродея, а внучка Летучего и ладьи. Ой, великолепный материал для моего забодно! Ты лежи, Сергеич! Поздравляем! Лишь упорным трудом мы сможем спасти орловского рысака. Божественное создание, графа Орлова. А кроме вас, никто на такое не способен. Думаешь? Да нет, мы суть слабые продолжатели его славных деяний. Слезтью в жизнь Лутошкина вошло нечто новое, тайное, несущая радость каждый день и каждый час. Быстрое согласие Бурмина на покупку кобылы с такой родословной не удивило Лутошкина. К тому же он был уверен, что Бурмин не отдаст кобылу в работу другим наездникам. Ну, потерпи. Вот приедет твой хозяин, мы всех за флагом бросим. Как всегда, водки. Филя! Иди-ка сюда. Привет, Филя. Здорово. Здравствуй, сынок. Садись. Слыхали мы, хозяин твой покупку Аристарху Сергеевичу Бурмину устроил? Кобылка неплохих кровей по аттестату. Ну, а на наше рассуждение, хозяин-то твой поторопился. Лошадка-то не того. Порядочку в ней маловато. Есть покупатель на вашу кобылу. Он на действующую армию кожу поставляет. Кобыла-то как раз подходящая. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Эх, сказал бы я вам, Василий Капидоныч. Да народу много! Вот дурной! Я ему всерьез, а он... На год, без жалования! Конюхом служить тебе буду! Ежели кобыла не объедет твоего магната! Вот, при свидетелях говорю, ну! Ширинка у тебя с барином лопнет. А в конюха я тебя и задарма не возьму. Выходит, боитесь? Что? Ежели ты с барином со своим, хочешь спор держать, то соответствует. Что это? Я не к этому. Мне это ни к чему. Я. Я. Готов ответить. Слышился. Чего ж срабел, Василий Капитонович? Когда кобылу свою на приз запишите, тогда и спор держать будем. Филипп! Здрасте. Сейчас покажу кобылу. Давай, веди. Подожди. Поставь. Ту-у-у! Для аристарха Бурмина конозаводство было всепоглощающей страстью. На своем заводе он словно алхимик в поисках чудодейственного эликсира, сталкивал кровь дедов и внуков, сестер и братьев, отцов и дочерей в упрямой и тайной надежде создать такое сочетание кровей, которое вдруг вспыхнет ослепительным блеском божества. Ну, что ж. Кобыла достойная. А порода какая, аристарх Сергеевич. Да, орловские формы-то, орловские. Вот, Олимп Иванович, а наши конозаводчики, к сожалению, смешивают гениальную орловскую кровь с кровью этого жалкого ничтожества американской лошади. Тебя как звать-то? Филипп! А скажи-ка мне, ведь американская эта лошадь дрянь? Да никуда не годится! Вот именно! Никуды! Ты старший конюх? Так точно! Ну, тогда... На! Держи! На всю конюшню! Эх! Благодарствую! Ты старайся! Старайся! А-а-а! 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 А-а-а-а! Спасибо! Спасибо! Я благодарю вас за покупку! И за прекрасный, прекрасный порядок лошади! А-а-а! А вы когда собираетесь записать юно-приз? В воскресенье! Алим Иванович, в воскресенье сам Тальони едет! Тальони говоришь! Эх, езда будет, а! Как было в страшном порядке! Да! Но он сейчас сам владелец приезжал! Немедленно, говорит, на приз записан! А может, водочки поднести, Филиппа Кимович? Нет, Дмитриевич! Мне теперь пить некогда! Вы только потрудитесь послушать, что пишут эти мерзавцы! Вороной жеребец Тальони на три четверти американец! В данное время лучшее, что есть на русских ипподромах! Самое удивительное, что Тальони накануне бега был привезен из Петербурга! Потрудитесь приготовить лезть к отправке на завод! Но ведь она записана на приз в воскресенье! Кобыла на приз не поедет! Аристарк Сергеевич, вы понимаете, что делаете? Вы не знаете, как едет лезть! Не берите ее от меня! Я ценю вас, талант наездника, любезный Олимп Иванович! И я предлагаю вам занять место старшего наездника в моем заводе! Почему не поедет кобыла? Садитесь! 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 Успех сегодняшнего дня призрачен, но в будущем... Вы не смеете! Слышите, не смеете! Неужели для вас наездник всего лишь коню, которого заботят только жалования? Да наездник может забыть отца, мать, любимую женщину, наконец, но... Лошадь, которую он создал... Никогда! Распоряжаться кобылой... Могу только я! Я! Алим Иванович! Что с вами? Собирай в завод! Не поедет кобылу! Расстаться с Лестью Лутошкин уже не мог... Что это? Я вас спрашиваю! Но... Но там ничего нет... Где? Муха... Муха сидела... Посидела, посидела... Оставила свое гуано... И улетела... А вы ставите сюда мою чашку... Извольте-ка переставить... Наездник... Он... Из грубого сырья создает формы... Совершенные... Нас... Я... Предоставляю вам... Полную свободу вашей... Ответственной... Созидательной деятельности в моем заводе. На заводе Бурмина день начинался лошадью... Ею и заканчивался... Откуда-то из другой жизни доходили сюда слухи о войне... О поражениях... Грядущей революции... И гасли здесь, как в безвоздушном пространстве... Лесть уже жереба... Аристарх Сергеевич... Да... Жеребенок... Обязан быть... Исключительным по голосу... Мариевские наши отродясь... Безлошадные были... Мариевские наши отродясь... Безлошадные были... На две марьевки хватит... Кобылку-то я себе давно облюбовал... Лестью звать... А когда постановлено... Лошадей-то у нашего ирода разбирать? А по мне... Хоть сейчас... Начинай... Революция... Это хаос... Революция-то... Гибель традиции... Это... Революция-то... Гибель... Бесценной породы... Революция-то... Вот... Это список людей... Подлежащих немедленному увольнению... Бессмысленно это... Всему бывает конец... Аристарх Сергеевич... Сейчас что не коня, кто и Емельян Пугачев... Мне виднее... Но ведь Емелька Пугачёв был посажен в клетку-с. Ступайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Революция и Кровавая Гражданская Война не оставили Аристарху Бурмину ни малейшей надежды на осуществление его радужных планов. Субтитры сделал DimaTorzok Сёмка вернулся? Эка скорый какой. Он, небусть, туда и только прибыл. А ты вернулся. А зачем он тебе понадобился, Сёмка-то? Солдат из города идут к нам. Батюшки. Не миновать встрянут его на большаке. За несколько военных лет Никита Лыков и другие шатнёвские мужики хорошо узнали привычки проходящих мимо войск. Перед появлением любой из армий они отгоняли в лес лошадей и скот, прятали овёс и синий. Огонь! Чего? Огонь, говорю. Дело есть. Слась. Пусти. Слась, тебе говорят. Ты что, гад? Стой, стой. Коля, Burada реки. Угоден. Пристрелю, гадён. Отпусти! Ну, alcohol... Редактор, Рگ. Лариса, your child. Или 지원. Полез international... Пошла! Где жеребец? Гвозди целы! Где жеребец? Ой, папаня! Ты гвозди берег, стервец! Гвозди! Сволочи! Советская власть называется! Равными все хочут сделать! Осчастливлить хочут! Пешком. Чего мне с тобою делать? Мать, какая ты работница! Мать, какая ты работница! Ой, ты глянь, Маня! Сколько придач ты дал за кобылу, а? Лев, а не лошадь! Да держи крепче, вырвется! Да, ну и добро! Скажи только, Александр Егорыч, могёшь или нет её поправить? Поправить её мудрено. Чесотка, полное истощение. По-настоящему её надо через серную камеру пропустить. Да разве с этими комиссарами что-нибудь сделаешь? Им не гражданами надо быть, а к зулусам их выселить. Дам я тебе мать. Попробуй, может и получится что-то. Но кобылу кормить хорошо. Могёт справиться. Бывало, что и поправлялись. Спирбак-то, наверное, есть, но принёс бы бутылочку. Да предоставлю без промедления. Чисто спирт! Ржёт, папаник! Ей-богу, ржёт! Но не Александр Егорыч посудился зайти. Пусть я теперь взглянет на неё. Ну, а не Александр Егорыч посудился зайти. Пусть я теперь взглянет на неё. Чего скажешь, Александр Егорыч? Запрягал? Раз и спробовал. Шаговитая кобыла. Ты о великом Крепыше слыхал? Так вот, это тётка Крепыша. Крепышова тётка? Да. Конозаводчика Бурмина. Лесть! Лесть? Никакого сомнения. Как они её отработали, сволочи! Бурмин за неё десять тысяч отвалил. Десять? Я её от исплёка у него на заводе лечил. Она на переднюю левую жаловалась. Она! Лесть! Ты вот что, Никит Лукич, держись этой кобылы, пуще, чем бабы. Крепышова. Для заводских дел она и сейчас больших денег стоит. Десять тысяч за кобылу. Крепышова. 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 Пойдём наuanую Москве, где есть таинственный круг, обнесённый забором. На кругу этом бегут лошади со всех концов России. И хозяину победившей лошади дают прыс. Чудесный, загадочный прыс чаровал и манил Никиту. Эй, уснул, что ли? Повороти! А ну, пошла! 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 Давай, давай! Чует мое сердце, не ко двору нам эта кобыла. Вон у Микишки Мерин, сменял бы от греха. Десять тысяч за кобылу плочено, а на жеребец и пятисот не стоил. Дознаются и отберут. К тому, что самого Пенькова обогнал. Да никаких правов не имеют. Правов-то, может, и не имеют. Ну, а сила-то на их стороне. Настоящим буржуем стал. Кобыла-то не иначе, как краденая. Уходи, Василий. Сделай милость, не тревожь. Уходи. А вот повесточку тебе принес. Велено председателя Пенькова в город весть. Пеньков говорит, кобыла у тебя подходящая. А не поедешь, посудит и штраф наложит. Характерный страсть. Ты, что ли, языком набрехал? Ты языком набрехал? Никита, стой! Я говорю, бедный комитет хоть бы пуда дал. А вон хлеву, стекла понаставь. Ты совсем рехнулся. В избе стекол нет, а ты в хлеву вставил. Молчи, баба. Когда ты будешь крепышовой с родственницей, я тебе три окна учиню. Погоняй, что тащимся. Я кому говорю, поездка государственная? Ну-ка дайся. Не балуй. Да лошади не касайся. Вот ты какой. Мы еще разберемся, чья это лошадь. Еду и думаю. Не даст он мне теперь спокою. Отберет кобылу. Куда от него денешься? Ну, думаю. Все одно пропадать. Место подходящее. Винтовка тут вот она под рукою. Повертываюсь. А он окаянный смотрит. Сам не в себе и конец свой чует. Даже не знаю. Как Господь от греха ты уберег. Охромить кобылу можешь? Охромить кобылу? Ты в своем уме? Ты в своем уме? Да это мне снадобье какое безвредное. Помоги. Кобылы не жалуются на левое плечо после езды. Кобылы не жалуются на левое плечо после езды? Был однажды, а? Охромлять мы ее не будем. А полечить? Полечим. Мы ей заволоку поставим. А с заволокой на нее ни один комиссар не позарится. Зулусы. Зулусы. Вот видишь, у нее левое плечо западает. Ага. Нужно расшевелить мышцу. Подогнать сюда кровь. Ну? Ну ты чего? Иди. Губовертка, пожалуй, не надо? Да ни к чему. Смиренница редкостная. Потерпи. Потерпи, милая. Ну вот, дело и сделано. Недели три так простоит с ниткой. Как только начнет поджевать, надо опять немного разбередить, чтобы кровь потянуть к мышцам. Хотите умнее Пенькова быть? Контрреволюцию разводить? А знаете, что я с вами за саботаж сделаю? Поддельный документ состряпали. Расстрелять за такие дела. Ну так мы же... Погоди, Никита. Я ответственно заявляю, что кобыла ни для езды, ни для какой другой работы непригодна. А своими словами вы меня дискредитируете и вынуждаете сообщить об этом высполком. сообщи, сообщи. Там вашего брата давно на мушке держат. Председатель исполкома Пеньков? Он самый. Зачем взятки берешь? У Андрея Воронина забрал два куска холста. В середку ветчины. У Аграфены Уваровой полусапожки новые. Спрашивай еще чего. Мне не впервой. Я товарищи к этим оборотам привычный. Женщин грабишь. У Уваровой Сукон и Френч забрал коричневый сына ее убитого. Какого флота? Балтийского. Корабля? Авроры. Служил кем? Матросом. А кто командир он в семнадцатом году был? Да не матрос он. А острожник уголовный. Товарищи. Ну кто ж не берет-то? Я ж не для себя. Расстрелять. А ну руки, пошел. Так вот. Никита Лукич. Кобыл. Ты выходил, поправил. Теперь слушай меня. Кобыле десять лет. Был от нее жеребенок у барменада сдох. Что ты с ней собираешься весной делать? Для чего? Крыть все непременно, Александр Егорович. Да? Кем? Небось уж и деревенского жеребца облюбовал. Признаться облюбовал. Не жеребец, печь. Спина, постель стили. Ноги. Смотри, страшно. Выбрось все это из головы. Ты веди ее в земельный отдел. Там есть любимец, сын знаменитого рекордиста Тальоне. От него должен получиться редкий жеребенок. Воспитай его и в Москву. Набега. Брызг. Летом 1921 года стояла Великая Сушь. Обманчивые облачка появлялись на безмятежно синем небе и тут же исчезали. Поля выжигались смертоносным зноем. С приходом осени все неотвратимее надвигался голод и по хлевам в шатневке заработал нож, обрывая голодные жалобы деревенских кормильцев. Ума не приложу своя, как быть. Ни почем до весны не дотянуть. Тяжко, но не. Сват Прохор мерен от своего. В похлебку погнал. Жеребенок уж больно хороший. Тальоном внукам записали. Аттестат выдали. Кобыл-то как? Да видишь, какая стала. Завтра вот намеревался за дровишками. Да сумлеваюсь. Не дойдет. Дойдет. Дойдет, дойдет. Чудное ты, ей-богу, свояк говоришь. Овес и мука есть. А? Целый состав пришел. В три часа утра буду тебя ждать. Не приедешь, все тут зимой с голоду помрете. И не смущайся, вояк. Вот труду не займался по такой-то надобности. Ну, знаешь. Сват Прохор свого прирезал, а твоя сдохнет. Тьфу! В три. Никита, держи. Тихо ты. Давай. Апсица, апсица. Апсица, держи. Апсица, держи. Апсица, держи. Давай еще. Апсица, держи. Давай, давай. Здесь, здесь слышал. Открыто. Бегут. Никита, гони, гони. Гони, Никита, гони. Ну. Давай. Давай. Пошла. Пошла. Стой, стрелять буду. Ну, бывай. Бывай. Ну. 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 Пошла. Ну. Ну, чего ты, милая? Ну. Ну, шагай же. Ну, шагай. Ну. Ну, вот так. Вот так. Вот так. Давай. Ну, шагай. Ну, шагай. Ну, что ты встала? Ну, что ты опять встала, милая моя? Ну, пойдем. Ну, пойдем. Пойдем. Пойдем, моя хорошая. Пойдем. Домой пойдем. Потихонечку. Вот так. Вот так. Стой, милая. Господи. Да что ж ты, милая моя? Ну, что ты? Сейчас, моя хорошая, сейчас я тебе помогу. Сейчас я тебе помогу. Сейчас. Сейчас, милая. Сейчас, моя хорошая. Ну, давай. Давай. Вот так. Потихонечку. Вставай. Давай, моя хорошая. Я ж тебе помогну, давай. Вот так. Вставай, милая. А я вам с внучком овсяца нашел. Смотри. Смотри. Вон оно, телеке. Вот, вот, смотри. Ну, ну вот, милый, ну, миленький, вставай, к лету поправишься. С Сёмкой в ночное пойдёте. Эхо хорошо там, в ночном-то, ну. Отмаялась. В 20-е годы Россия, наконец, получила мирную передышку. Александр Егорыч, ну, ветеринар-то наш. Так и наказал. Мол, как приедете, сразу к вам идти. Кобыла, лезьте. Ну, лезьте. Знама вам была. Эхо, лошадь. Ну, я вам скажу, жеребёнок весь в неё. Да, Сёмка? Да. Ну, Александр Егорыч, человек с понятием. Прысь, говорит жеребёнку, непременно поднесут. Призы на земле не валяются. Ну, как? Приятный товар. Откуда он у Лутошкина? Маз один привёл из Рязанской. Деревня. А лавак-то чёвый. Трёхлеток. Продает? Продает аль нет. Мы увидим. Мало мы их здесь обложили. У нас теперь Режь, публика. Ха-ха-ха. Вы чего тут делаете, а? Напоминание о серой лесте оставило Лутошкина почти безразличным. Зачем коня трогаешь? Зачем? Я ему законный хозяин. Пошли. После сына лесте приведут другого жеребёнка. А он, Лутошкин, будет всё ехать и ехать, как путешественник, взявший билет на всю жизнь. Жеребёнок неплохой. Если бы не Курбочкин. Рассыплется по первой езде. В прошлом году весной так же вот купили. Родаёшь? Жеребёнок непродажный. Так вот, Михаил Михайлович, та же история. А купили специально для бегов. Так за полцены извозчику и отдали. На бега, что ли, привёл? На прыс поедет. С такими Курбами? Да ему до приза ехать и ехать. Да какие уж тут бега. Пошли, что ли? Это он, папальника, который с бородой. Кто? Он нашего жеребца тогда отобрал. Ты чё его? Цельный год не чисил, что ли, а? Ну, ты уж не серчай. Ежели что подмогнуть, так я со всем расположением. Много вас тут помощников-то? Я вот чего хотел спросить тебя, мил человек. Прыс, скажем. Каждая лошадь его получить моёт. Ну, вот скажем, мой же ребёнок, например. Ну, ну, ежели пустить его на прыс. И, скажем, обгонит он какую? Московскую. Ну, прыс. Верно поднесут. Прыс. За призами много вас тут приезжают. А сколько с призами уезжают, прейс ему подавают. Жеребёнка-то узнал. Лесь, вспомнишь? От неё же ребёнок. Глаза-то разуй. Чё зря говорить-то? Неужели от неё, Алим Иванович? Да не сумлевайся ты нисколечко. Вот концы с концами-то где сходятся, а? Эх, и тревоги были. И залезть это. Ночей не спал. С ребятами до драки доходило. Да я пить бросил бы. Ежели бы Бурмин её не забрал. Ну, хорошо. Жеребёнка твоего я на приз запишу. Ну, а потом, после бегов, что с ним делать будешь? Опять свою деревню? А как же? Все непременно. А продать-то его не хочешь? Не продажный он, Алим Иванович? Да почему? Тебе за него тысяч до две с половиной сейчас дадут. А если получится, можно и три натянуть. Что? Три тысячи? Деньги огромаднейшие. Сколько ж всего можно на них приобреть-то и плужок, и черепицу на крышу? Ну, посуди сам. Тебе в хозяйстве нужна какая-нибудь матка-полукровка. А рысак тебе совершенно к чему. Да есть в выселках одна трехлетка. Пять сотен спрашивают. Вот и подумай, Никита Лукич. Ты хозяин. Подумай. Подумай и решай. И решай. не для продажи. Великую заботу положил на него Алим Иванович. Не говори ты мне про это ничего Христа ради. Не продам. Тогда вот что, Никита Лукич. Дай мне его на три недели подготовить. Сам поезжай в шатневку к себе. Если не согласен, веди к другому наезднику. Я же ребенка калечить не хочу. Ну что, Ловак-то чевый? Хороший же ребенок. Покупателя можно найти в два счета. Ты как? Что? Не знаешь, что? Брось, Алим. Масса можно обкрутить, как хочешь. ты скажи ему только, что ни в какую не идет. Ты хоть знаешь, от кого же ребенок-то? От кого? Ничего не выйдет. Это почему же? Не выйдет, Митя. Поехали. Альф честно и записался. жеребенка я работать буду. В 1922 году на московском ипподроме возобновились расистые бега, вновь заработал тотализатор. Для Аристарха Бурвина и других конозаводчиков, лишившихся заводов и усадеб, игра на московском ипподроме стала, по сути, единственным способом существования. На главный приз рысистого дерби свозили рысаков со всей страны. А ты чего не пьешь? Застукают, Арон. Господа, извиняюсь, товарищи, Арона никогда не застукают. Ух ты, как это? Будем, будем. все пишете, Аристарх Сергеевич. А, Олимп Иванович. Настенька. Ой, давненько у вас не было, Олимп Иванович. Принеси-ка нам поручаю и чего-нибудь закусить. Ишь ты, хорошенько, как и о, о, о. Интересного мне привели жеребенка, Аристарх Сергеевич. Жеребенка. Да откуда ж ему взяться, любезный Олимп Иванович? Откуда? Россистое конозаводство вымирает, как вымирает российское дворянство. до этого несчастья, до 17-го года преступно митизировали Орловского рысака. А вот сейчас так же преступно митизируют всю Россию. Россия. Россия обречена. жеребенка. Жеребенка. Черт знает, какой способный жеребенок. Неработанный, полуторную едет, весь 10, весь в мать. Я надеюсь, вы помните лесть, Аристарх Сергеевич. А выходил и воспитал его простой рязанский мужик. Вот. Не может быть. Не может быть. Это мой жеребенок. Это я его создал. Так вот, жеребенок этот отпрыск трудов дворянства и погибшей России. Не наш. Ей-богу, не наш папанька. Подменку сделали. Внучок, ты? Ты? Семка, признал? Признал, мой хороший, признал. Кушайте, пожалуйста. Значит, сегодня едете? Да, да. В пятом заезде вот. смотри. Ну, Семен, читайте. внук Тальйони. Лыкова. Никиты Лукича. Филя, ну-ка, хочешь одно дело обтяпать, и угощение, лава будет. Ваш жеребенок бежит сегодня? Ну? Михаил Михайлович за жеребенка этого две тысячи выложат. И тебе хорошая отначка будет. Ну? Твое дело маленькое. Два раза веревкой по щеткой передернул и готово. А с хромым какие бега, не миновать, продать. Ты что? Нашего внука охромить задумала? Брось, Филя, ни одна душа не догадается. Пойдем, ботяги, не уйдем. под первым номером каверзе, под вторым номером леценат, под тридцем, трезвым, под четвертым номером, трюк, ядым, альказан, и под шестым номером внука, тальония. Вон она, каверзе-то, Никита Лукич. С ней, нашему жеребенку сейчас бежать. А-а-а. Папа, а почему на кучере визитка красная? Из флажка, ашер? Из флажка, из флажка. Он у нас такой. Никита Лукич, вот вам, от меня на удачу. Че это? Билеты на выигрыш. Обязательно выиграем. Изумительная кобыла. Поганой метлою вот таких лошадей гнать, цеподрома. Это каверзе-то? Ее гнать за подробную? Милочка, дай мне ногу посмотреть. Миклата ваша, может, и поганая, да только вся игра на каверзу. Бараночек не желаете? Нет, спасибо. Напрасно. Главное, смотри за его ногой. Если спустят по вороте левую ногу, значит, дают знак, кому надо, чтоб заряжали на него. Мадемуазель, не смотрите на ногу. Смотрите всегда на ногу. Прошу, ставьте на шестерку. на местах. Осторожнее. Лошади разворачиваются на старт. Ну, господи, помоги, господи, помоги, господи, помоги, господи. Мариру, благословь, он не сделал проскачку. Нет старта на рейтинге. Нет старта. Порочь! Порочь! Волевые! Чище! Волевые! Сзади! Сзади шестой! На местах! Бабань, а чего они крутят? Запустили бы сразу вовсю. Галопом-то нельзя, только рысью. Пошел! 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 Вверх идет каверза. На втором месте внук на льоне. Внук на льоне выходит на первое место. В бою внук на льоне. Какой неудачный сбой у внука на льоне. Вверх идет каверза. Верное дело. Как в банке получим? Так кто же может с этой кобылой ехать? На втором месте вне сына. Здесь же трюк. Читай молитву. Мачте наши же сильные беседы. Свети цемьи Твейда при старте Твейда. Мы твой твой имя. Мы сильные земли. Где нас очень не так, что мы не все захотим. А вот и наши дети. Каверза на втором месте. Каверза на втором месте. Смотри, где ты просто смотри. Каверза на втором месте. Треск. Смотри, смотри. Боже, где ты просто смотри. Каверза на втором месте. Каверза на втором месте. Каверза на втором месте. Уже обоставлено из группы О-4! Здесь идет камерца! Камерку в Тарьоне! Камерку в Тарьоне! Где же ваша камерца? А что вы хотите? Натошкин всегда был шуликом? Подготовил темненькую лошадку и сыграл на нее? Не темненькую, милостивые государы, а Орловскую! Что он с пятер, что ли? Он их за плаву просить хочет! Гляди внук Тарьоне! Внук Тарьоне-то Орловской! А как же это у вас так получается? Дед отречет, противоамериканец, а внук Орловской! Вы же сами знаете, его мать в моем заводе была! Была-с, да всплыла-с, Аристар Сергеевич! Молодец! Шулик! Стой! Пошла! Эй! Где мой жеребенок? Какой жеребенок? Какой жеребенок? Какой жеребенок? Где мой жеребенок? Пошел вон отсюда! Болван! Еще спрашивает, какой дурак! Да, нет! 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 Хороший, хороший! Хороший, мой хороший! Ну, здравствуй! Пусти! Да поди ты! Папанька! Чего тебе? Ну, ты мой дорогой! Эй! Здравствуй, мой хороший! Ну, ты-ты-ты-ты! Позвольте представить, Аристар Сергеевич, Никита Лукич Лыков, хозяин внука Тальони, которого он спас и выходил в голодные годы. Н-да! Угу! 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 Спасибо. Благодарю. Достойный поступок. Во славу Отечества. Да я что? Я не что, я… Тебе, Алим Иваныч, великую благодарность сказываю… Внук Тальони взял много призов и произвел отличное потомство. В 1941 году он был призван на фронт и вскоре погиб в военном обозе под Тулой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok